И помню еще ваши слова, генерал Ильич, когда вы сказали, у нас город красивый, да, ну, деревья были вики у нас. Вы сказали, что надо посадить и депп, вечно зеленые, чтобы были, а то депп попадают, и зимой они как черные тени. И вот с тех пор вы посадили прекрасное дерево, и ваша рука легкая, она такая пышная красавица, мы специально вот засняли это дерево, привезли, парни Широ, и четвертый, да, и вот привезли, мы вам хотим подарить. Показать, каким стало дерево. Да, 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 да. Как приятно. Там рядом дерево. Открыл, наверное, в усмотреть, как это. Я откройл, наверное, не думал, что это дерево вообще живет. А там рядом дерево. Потому что я много ездил, много сажал деревьев, не знаю, где живет, где не живет, правда. Таблица. На русском языках сохранилось. И за это дерево находились школьники школы номер 11. Рядом дерево космонавта Андреяна Григорьевича Николаева. А у вашего дерева обшаги. Очень приятно, очень приятно. Такой приятный умеренный подарок. Мы получили ваше письмо, все ваши газеты. Телевидение, радио. Телевидение, радио. Консидент Валерий Стивилович сказал все газеты на печатках. Рассказывает газету. Это вот Костовиканская газета. Наши показаны там. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь даже в разных количествах, чтобы не смогли. Так вот газета Клодовая природа напечатал это. И они вспомнили, как вы подсказали сажать с ней. Спасибо. Спасибо. Адинь-ань. Продолжение следует...